Ре Вис Этерс Ирте В этом году у нас было очень много объявлений, которые дали нам свои записи, в два раза больше, чем в предыдущем году. В общем, в количестве 561 заявка. Так что очень большое количество, и для жюри была очень серьезная работа, это все просмотреть, прослушать и вынести свой вердикт. В составе 44 членов жюри это сделало, и у нас получилось в этом году 19 номинаций в разных жанрах. Поэтому, если вы говорите, что это астрадная музыка, я хочу вас чуть-чуть скорректировать. Тут все жанры, включая академическую, хоровую музыку, народную музыку, инструментальную, джаз и так далее. Так что все жанры, от академического до поп-музыки, рок-музыки, даже тяжелый металл, в этом году нам пришлось сделать отдельную номинацию для металлистов, потому что было очень-очень много заявок, более 20 альбомов как раз в этом жанре. Так что мы отделили это от рок-музыки. Обычно это была объединенная такая номинация, рок-музыка и металл, а в этом году отделили. Также мы сделали новую номинацию индии музыки, потому что тоже очень много заявок в этом году было. И так мы каждый год смотрим от того, сколько заявок и какой жанр больше представлен, делаем корректировку к номинациям. У нас еще осталась необъявленная номинация «Радиохит», потому что там больше работы, пока все данные собираются насчет прошлого года. И еще не объявлена, конечно, музыка, песня «Электром», которую можно будет проголосовать любой из наших зрителей, и тогда кто хочет сказать, какая песня ему всего лучше понравилась. Это можно будет сделать в электронном виде на сайте SCAP и SLV. Так что будет и такой приз народный, если можно так сказать. Элита, вы сказали, что всего больше, чем 600 заявок в этом году, в два раза больше, чем в прошлом. Вот с чем вы связываете такую активность наших латвийских музыкантов? Дело все в карантине, когда музыканты, певцы просто закрыли своих звукозаписывающих студиях и работали, работали, пахали до седьмого пота. Знаете, наверное, да, какой-то есть это тоже повод. Но, знаете, много очень было тоже премий разных конкурсов, где можно было участвовать с артистом, и как бы больше возможностей было финансирование для работы в студиях. Это тоже надо отметить. И еще одно, мы сделали в этом году такое исключение, что в связи с нашим юбилеем, мы празднуем в этом году 25-й юбилей нашего мероприятия, мы объявили, что все могут прислать свои заявки без оплаты участия. У нас всегда была такая символическая оплата за то, что участвуете в этот конкурс, но в этом году мы решили это отменить, и, может быть, это тоже как бы открыло больше возможностей для всех. Ну, наверное, мы будем с этого года так и продолжать, чтобы дать возможность всем, кто что-то интересное записали, чтобы они о себе объявили. И в этом году у нас тоже очень много заявок на дебют, как это, дебют, да, на русском? Дебютантов у нас очень много дебютантов. И я всегда говорю, что это самая главная номинация, потому что это наше будущее. Да, мы видим, что у нас развиваются талантливые новые артисты и авторы, которые делают очень интересные записи. Конкуренция здесь была очень большая. Ну, очень много записей, очень много участников, как вы сказали, очень много дебютантов. Но все-таки, как вы считаете, количество не повлияло на качество предлагаемых композиций и записей? Вы тем более, что вместе с жюри прослушали очень много работ. В целом, как вы можете их оценить? Я думаю, что здесь нет такой корреляции между качеством и количеством, потому что все артисты, которые работали в студиях, ну, я вижу, что уровень очень высокий. Он всегда был высоким, но в этом году, знаете, если конкуренции побольше, значит, и уровень повыше. Так это все нормально, так все называется. Элита, 186 песен, 171 альбом жюри отслушала. Мне всегда было интересно в таких конкурсах, как проходят дебаты, и можно ли это назвать дебатами. Вы спорите, как вы договариваетесь о тех пятерках, которые пройдут дальше, будем называть финал? Знаете, в этом году у жюри тоже было новые правила, поменялись жюри, каждый из членов жюри выдвинул свою десятку в каждом из номинаций, свою десятку в порядке, как он считает, самое первое место до десятого. Так что такая дискуссия была только до того, как мы распределили по номинациям. Вот эта жанровая дискуссия у нас каждый год получается такая серьезная, потому что, знаете, ну таких чистых жанров очень мало, что мы сразу можем сказать хорошо. Там академическая музыка, там без дискуссий, да, но вот там между поп, индией, альтернативой, рок, вот там эти границы очень такие плавные, да, и много таких, у нас даже есть такая номинация между... межжанровые, если я правильно переведу, да, старые жанры, наверное, межжанры. То есть когда жанры смешаны, да, непонятно, что это, инди, рок, рэп или хип-хоп? Да, 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 вот у нас есть даже такая, где не уложится ни в одну из кроватей, да, этот жанр. Так что вот это там самые большие дискуссии. А дальше уже жюри делает свои выводы из того материала, который распределен по номинациям, просто ставит свою десятку, и из этого дальше уже аудиторская компания, независимая компания делает подсчеты и присылает нам результаты. Так что мы сами, я сама не знаю и не вижу это до окончательного объявления номинантов, да, это вскрыто, и это все у аудиторов, эти результаты. Но, Элита, все это мы уже узнаем совсем скоро, недолго осталось ждать. 16 марта финальная церемония вручения золотого микрофона, там и узнаем, кто получит эту почетную для нашей страны статуэтку и в какой комнате, на какой стенке этот приз будет стоять. Спасибо, это была продюсер премии «Золотой микрофон» Элита Милграве, ну а мы продолжаем нашу передачу «Маленькая пятница».